Геноцидник Путин продолжает свой террор против Украины, между тем разъезжая по, как он думает, великой заграницей. Но там его, конечно, не арестовывают, потому что думают о денежках, а не ответственности международного уголовного суда. Между тем, Владимир Зеленский может воспользоваться последним шансом. О чем все это, будем разговаривать и разбираться прямо сейчас. Ирина Узлова, меня зовут, и со мной традиционно еженедельно Михаил Шетельман, политтехнолог. Михаил, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина. Очередная ночь террора была у нас, удары по Днепру, Павлограде взрыва, атакованный Харьков, Чернигов, Киевская область, работала ПВО. На этом, конечно же, российские убийцы не остановились. И страшный прилет посетил Полтаву. Когда мы записываем с вами это интервью вечером 3 сентября, известно уже о более 50 погибших и 206 человек и более ранены. Россияне стреляли по учебному заведению, по институту связи. В Министерстве обороны Украины уже сказали, спикер Дмитрий Лазуткин, что в момент построения, в момент удара по институту связи в Полтаве, построение не было там. Или других мероприятий также не происходило. Происходил обыкновенный, простой учебный процесс. Студенты направились в укрытие, а враг бил, бил, бил и бил. Что-то оживился вновь террор Путина, насобирал ракеты или что. Что президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что нам нужны системы ППО и разрешение беды дальнобойным оружием по территории страны-агрессора, чтобы упредить все эти удары. Нам кто-то поможет, Михаил. И что преследует? Какую цель Путин? Все туже? Террор? Ну да, целей у него других нет. Он, собственно, целенаправленно всем, чем может, всем уничтожает украинцев, Украину и сами, и людей, и города. Поэтому тут как бы ничего удивительного-то нет. Наоборот, как раз, вы знаете, надо настаивать каждый раз, объясняя нашим партнерам на тему того, кто поможет, что это не какая-то специальная эскалация. Нет никакой эскалации, нет никаких больше этот удар в обмен на этот удар, вот на этот удар, а это там месяц за то или это месяц за это. Это вот такая тотальная война, в которой нас тотально уничтожают. Следовательно, и нам хорошо бы, чтобы предоставили возможность наносить такие же тотальные удары по России. Естественно, только по военным объектам, но тотальные, то есть по любой точке России, в любом месте, которое мы выберем. Но для этого нам нужны инструменты, которых у нас, к сожалению, такой мощности нет. Такой мощности у нас нет, а президент Украины Владимир Зеленский использует свой последний шанс, как говорят, уговорить Байдена, чтобы эта мощность и эти рычаги влияния, точнее оружия на поле боя у нас были. На следующей неделе уже на полях ежегодной Генассамблеи в Нью-Йорке будет Зеленский использовать свой последний шанс убедить Байдена до президентских выборов, потому что потом, как пишет из-за иконами, Служенда будет ждать более решительных шагов от следующей администрации, если не получится сейчас. Михаил, получится у Зеленского эффективно использовать последний шанс, точнее Байдену удовлетворить наш запрос? Ну я вот иконамист прочитал, кстати, этот материал, там очень важный подзаголовок у этого материала, то есть иконамист как бы помогает нам, я считаю, очень сильно этой статьей, потому что их подзаголовок в том, что в администрации Байдена непрерывно меняются аргументы и ответы, почему они не дают нам право бить этим оружием по территории России. То есть не сам факт того, что они не дают, мы уже поняли, но что причины выискиваются самые разные почему-то. И начинали они с того, что, как там у них, первая-то причина была про поводу эскалации, что, дескать, вот будет эскалация, тогда Украине будет еще хуже. Но сейчас мы, кажется, доказали, что хуже быть не может, иконамист признает, что все красные линии давно стерты, о чем вы вообще говорите. Второй аргумент, как бы он неофициальный, но это от политиков из Белого дома было слышно в некоторой прессе, что американцы хотят сохранить возможность потом наводить заново мосты и проводить перезагрузку с Россией. Понимаете, да? То есть это не сейчас, мы платим цену того, чтобы они, не дай бог, не слишком сильно испортили с россиянами отношения. Потом вдруг появился аргумент, что у нас не хватает все равно ракет Атакамс. Зачем вам право бить Атакамсами по территории России, если вы Атакамса можете тратить в Крыму. И целей у вас не хватает. Ну и на этот аргумент есть контраргументы у многих американских дружественных нам политиков, или даже генералов, которые говорят, ну здрасте, вот есть 2500 Атакамсов на складе, можно их дать Украине. Мало того, сейчас стало известно, кстати, вот это из иконами стало известно, что нам нельзя бить по России ракетами Storm Shadow, британскими и ракетами Scalp французскими, что это исключительно решение Соединенных Штатов Америки. То есть британцы разрешили, французы, как выяснилось из иконами, раньше этого не было слышно публично, разрешили, но американцы заблокировали это решение, потому что там есть американские детали в этих ракетах. То есть аргумент про то, что, дескать, у нас тут не хватает правильных ракет, он не работает. Это нам англичане и французы дают ракеты, а американцы не разрешают бить по России. Сможем ли мы сейчас? Ну, во-первых, вот такая кровавая цена, как сегодня в Полтаве, она способствует, да, потому что это большой аргумент в том, чтобы разрешить нам бить по территории России. Вот эти обстрелы по ночам, там, большие городов и так далее, которые в последние недели идут, тоже способствуют тому, чтобы американцы нам разрешили. Простой пример. Вот сегодня ударили баллистикой. Вот этот удар по Полтаве был баллистическими ракетами. Это ниоткуда-то, ни с Камчатки стреляли, и ни с Каспийского моря. Это все вопрос, там, пары сотен километров до Украины. То есть атакамцы туда бы достали, до этих стартовых площадок. Мы могли поразить эти ракеты на старте. Как это, кстати, недавно сделал Израиль. Израиль на прошлой неделе буквально нанес превентивный удар. Когда Хизбалла собиралась нанести удар тысячами ракет по Израилю, то за ночь были уничтожены просто там много, не знаю сколько, снаряженных пусковых установок. Да, с самолетов у нас такой возможности не будет. Но с атакамцев это тоже вполне реалистично. Вот. Ну и что еще? Еще из аргументов, пожалуй, вот пресса, мне кажется. То есть то, что Зеленский приедет, это хорошо. Объяснять будет хорошо. План наши поработали, подготовились, я уверен. Но, в принципе, Байден показался как человек, который прислушивается к вниманию прессы. То есть если кроме экономиста подключиться, вот буквально за этот уркент предстоящий, если подключится еще влиятельная пресса, которая прямым текстом призовет Байдена, а это возможно, такая традиция существует, призовет Байдена разрешить это, разрешить бить по территории России, то это может повлиять, как мне кажется, на ситуацию. Будем надеяться, что будем мы в спектре внимания и прессы не только лишь, да, они читают и не прислушиваются к этому мнению и западных влиятельных обозревателей, ну и в целом к той точке зрения, которую и мы будем дальше мотивировать, чтобы Соединенные Штаты все-таки приняли это политическое, насколько я поняла, решение и не более. Сейчас здесь в этой плоскости находятся технические возможности, которые дают, в частности, Франция и Великобритания, будут нами использованы. Но, тем не менее, Михаил, перед всеми этими событиями и перед практически последним шагом таким решающимся, который должен и принять, и переступить Запад, мы увидели с вами буквально давеча, как российский диктатор Путин, выступая почему-то при этом перед школьниками в Туве, вновь заговорил о переговорах уже с учетом курской ситуации, как он это называет, хотя когда началась 6 августа курская офенсива Украины, то тогда, конечно же, и Путин, и его рты в виде Лаврова, и не только сказали, нет-нет-нет, никаких переговоров. Именно поэтому сейчас Путин достает опять эту переговорную, манипулятивную фишку? Или какова здесь была цель этого изречения перед школьниками? Ну, может, он со школьниками и переговоры пусть ведет. Кстати говоря... Может, да, может, там получится. Если он любит их, да. Кстати говоря, вот недавно послушал я буквально сегодня ночью интервью Аббаса Галямова, известного российского политтехнолога, который был в свое время спичрайтером Путина лично. И он, в отличие от нас с вами, вот я доверяю в этом смысле ему мнению, когда это касается личности Путина, да, он прослушал несколько раз дословно, что же сказал Путин, когда наши войска зашли в Курск область. Вот по мнению Аббаса Галямова, Путин не сказал, что переговоров не будет. В буквальном смысле не сказал. Я почему-то здесь, я честно скажу, что я не переслушивал, ну, не искал специально этот текст, но вполне доверяю здесь мнению Аббаса Галямова, что как минимум Путин в своей речи после вторжения наших войск в Курск область не подразумевал того, что он, дескать, останавливает какие-то переговоры. То есть, по мнению Аббаса, он так вот как бы как собирался, как предлагал эти переговоры, так и продолжает их предлагать. Другое дело условия, на которых он их предлагает. Естественно, что он предлагает их на условии, что мы там выведем войска какие-то откуда-то и так далее. То есть, эти условия абсолютно абсурдные. Но сейчас, я думаю, уже, это уже как бы вопрос прошлый, что он там тогда говорил, что сейчас говорит. Сейчас нам надо пользоваться тем, что он сказал сейчас. Как этим воспользоваться? Вот Путин, выступая перед школьниками, сказал, нам надо вести переговоры с Украиной, но до этого сначала надо выгнать бандитов с территории, украинских бандитов, грубо говоря, с территории России. То есть, чтобы выгнать украинские войска из Курской области. Это его как бы условия теперь к переговорам. Не те, что он раньше ставил, а вот такое. Вот выведутся войска украинские из Курской области, и тогда можно приступать к переговорам. И тогда, чтобы мир успокоить, нам нужно выдвинуть абсолютно встречную, симметричную просьбу. Абсолютно симметричную. Да, мы согласны, что мы выводим войска, но вы тоже выводите войска из Украины. Да, полностью. И тогда, и тогда, конечно, полностью. И тогда переговоры, потому что вы же сами видите, говорите, вам неприятно вести переговоры, когда на вашей территории наши войска. Нам неприятно и недопустимо вести, когда на нашей территории ваши войска. Можно прямо с теми же формулировками, с теми же дословными текстами, как, кстати, это сейчас иногда периодически делает президент Зеленский, когда он специально нарочито цитирует Путина, только поворачивая картинку на 180 градусов. Вот сейчас самое время, мне кажется, это сделать. Фактически Путин поддержал формулу мира, что интересно. Потому что есть формула мира, про которую Боррель сказал, что это главный дипломат Европы, что это единственный возможный вариант для начала переговоров, который предусматривает, что сначала вывод российских войск. Сначала вывод российских войск. И мы видим, что Путин в целом за такую позицию. Только он за такую позицию относительно России. Но пусть он будет за такую же позицию относительно Украины тоже. А вот не все, Михаил, видят разницу между жертвой и агрессором до сих пор, хотя, казалось бы, 10,5 лет войны, 2,5 плюс года полномасштабной, не все видят. Не все, правда, у себя при этом и хотели видеть российского диктатора Путина, но теперь опять те выходят вновь, со своими никогда не было, и вот опять мирными планами. Южноафриканская республика поддержала план Китайской народной республики Бразилии. Вот так. Серил Ромофоса, который, кстати, напомню, в августе прошлого года не захотел видать Путина на саммите БРИКС, военного преступника, потому что тоже должен был бы его, как ратификант Римского статута, арестовать. Сегодня выходит и говорит во время переговоров с главой Китая, Си Цзиньпином, что мы не против вот такого плана. Там все за мир, за все хорошее, против всего плохого. Правда, нет ни одного пункта в этих шести шагах Бразилии и Китая, которые в мае были представлены, что Россия агрессор, что Россия должна вывезти свои войска, заплатить репарации, вернуть пленных. А зачем вот сейчас опять доставать вот это то, что не едет и не бьется с реальностью? Ну, ему надо было что-то сказать. На самом деле пусть будет, он нам бреда не приносит, потому что понятно, что мы уже убедились, что влияние Африки в этом конфликте, оно равно нулю. Ну, просто равно нулю. Они играли роль какой-то декорации при Путине, когда их приглашали. Тот же Серил Ромофос, например, наврал публично, что не видел никаких кинжалов, которые били по Киеву, когда он сидел в бомбоубежище и спасал свою жизнь, когда наши солдаты отбивали атаку ракетами кинжал, когда он был в Киеве, Серил Ромофоса. А потом сказал, не, ничего не знаю, ничего не видел, никаких обстрелов не видел. Ну, так он не видел, потому что его жизнь была спасена вооруженным силами Украины. Я думаю, что ему уместнее было бы быть просто благодарным вооруженным силам Украины за спасенную жизнь, чем указывать нам тут, как нам тут с россиянами себя вести. Так однозначно, от этого нам ни жарко, ни холодно, но тоже возвращаясь к тому, что Путин никогда же не пойдет на то, чтобы вывести войска из его новых территориальных реалий, вписанных в Конституцию четырех наших областей и Крыма. Поэтому здесь мы никогда не придем к общему знаменателю. Итог, это все было для школьников и вот для таких, как, возможно, Южноафриканская республика, Китай и не только? Да, но на самом деле, если мы отвлечемся от всей этой словесной, если честно, лабуды, извините за выражение, то все это, конечно, словесная лабуда. Они там предложили, мы предложили. Мирный план, не мирный план, все это чушь. Просто все это чушь. И как-то в России все это понимают, нам тоже, ну, у нас тоже все понимают, что пока есть Путин, пока Путин у власти в России, будет продолжаться война. Единственный способ остановить войну, это уничтожить Путина, либо отстранить его от власти. Других способов просто не существует вообще никаких, теоретически никаких. Нет других способов. Не будет мира между, даже не то, что мира, ну, да, более-менее, хоть насколько-то прочного мира между Украиной и Россией, пока есть Путин. Это просто. Но это трудно принять некоторым странам, вот Америке, например, которая там хочет перезагрузки отношений с россиянами. Но это придется принять всем рано или поздно, что тут нет других вариантов, тут либо мы их, либо они нас. Это война на истощение, война на уничтожение. Одна из стран точно будет уничтожена по результатам этой войны. Какая? Ну как, я имею в виду сейчас путинскую Россию. Возможно, на этом месте будет какая-то другая, но точно не вот эта путинская Россия, русская империя. Какие-то другие страны на этом месте, безусловно, будут. Пустым это место не будет. Вот. Но нет, у нас не может быть ничьей. Михаил, а скажите, пожалуйста, а зачем вот Соединенные Штаты Америки сохранять этот бридж, сохранять этот мост взаимоотношения с Российской террористической федерацией, пытаться как-то потом оживить эту лошадь, которая сдохла, и с нее надо слезть. Что они от них поимеют? Или это все-таки опять боясь ядерной эскалации, боясь распада? Зачем им нужна Российская Федерация как стратегический игрок, которая вообще ни во что уже больше не играет особо, кроме воин? Ну, во-первых, тут есть большая инерция. Кстати, тот же иконамис тут прям ровно на эту тему отмечает, что есть некая большая инерция со времен Барака Обамы, что ошибочно позиционируется Россия в мозгах как бы американской администрации, как некая там сверхдержава, как наследник Советского Союза, чем она, конечно же, уже не является, поскольку она утратила интеллектуальный потенциал, научный потенциал, экономический потенциал. Ничего этого нет. Вот при Обаме еще, наверное, казалось, что это все есть, а сейчас нет. А традиция, такая институциональная традиция демократической партии о таком отношении к России, она все еще сохраняется. Ее нужно постепенно стирать и заменять на новую картину, что такое новая Россия. Это у многих стран пока так. У многих стран есть иллюзия. Ну, правда, очень, знаете, редко же услышишь такое выражение, как, ну, Россия же маленькая страна. Вот, но когда слушал я экономиста, причем россиянин Олег Ицхокин, он экономист из, как он сначала был в Гарварде, сейчас не знаю в каком университете, в Америке, профессор, самый молодой профессор экономики в мире, по-моему, или в США уж точно. И он в интервью сказал, ну, Россия же маленькая страна. Говорит, как, Россия же, это же огромная Россия. Говорит, нет, нет, в экономическом плане это очень маленькая страна. И к этой мысли трудно привыкнуть, я думаю, в администрации президента США. Но у нас точно вся эта история про отношения с нынешней администрацией, она закончится через два месяца. Мы понимаем, что ровно два месяца и два дня осталось до президентских выборов в Штатах. И этого уже не будет. То есть, как минимум, мы точно понимаем, что победят ли демократы, мы не знаем, или республиканцы, но это будет другая администрация, другие люди, другой госсекретарь. И, конечно, будет определяться заново политика по отношению к России. И я думаю, что, скажем, госсекретарь Шапира, например, будет вести другую политику, чем госсекретарь Блинкен. Ах, Михаил, а знаете, думаю я, что если администрация это будет в виде главы на ее функционирование Камалы Харрис, то возможно, что пословица «два раза в одну реку не войдешь» все-таки будет иметь другое значение. Я имею в виду, если осторожность принятия решений и позиции все-таки будет как бы перемет опыт администрации Байдена, то, по сути, ничего и не изменится для нас. Нет, это вообще не так абсолютно. Потому что Байден, безусловно, он же не сидит такой в одно лицо, не принимает решения. Он всего лишь один человек. И он понимает, как, скажем так, вот он абсолютно правильно функционирующий американский президент. Давайте сейчас отнесемся к нему не как к личности, а как к институту. Но как к Байдену, как к представителю института. Вот Байден, президент США. Ну что президент США? Должен разбираться во всем? И в урожайности, так сказать, хлопка в Техасе, и там в количестве необходимых снарядов для войны против еменских куситов? Нет. Нет. Так ведется Путин, который диктатор, который в одно лицо принимает все подобного рода решения. Что у нас там с урожаями, с пожарами, какие, кстати, как проводить операции по смене пола? Это он тоже рассказывал детям 1 сентября. Это русская чистая история, где есть один там человек, и все-таки думают, что он самый умный и самый главный. В Америке, конечно, не так. Соответственно, президент Байден всего лишь выбирает из предложенных вариантов. Он не смотрит все, что возможно. Не типа, а давайте-ка мы развернем земную ось и раскрутим землю наоборот. Он таких вариантов не рассматривает, потому что его многочисленные советники, официальные, назначенные, отвечающие за свою работу своими именами, своей репутацией, безусловно, приносят ему некие варианты, в которых приводят еще и аргументацию. Эту аргументацию тоже, вот надо понимать, советники не из головы берут. Не имеет права советник взять, принести и написать, слушайте, уважаемый Байден, я вот думаю, давайте дадим уже х** с ним эти ракеты. Пусть уже украинцы мочат эту х** проклятую. Такое мнение не работает. Советник должен сослаться на, ну, скажем, нельзя это назвать научные, ну, некие обоснованные аналитические выводы. То есть, на выводы институтов, на выводы сингтенков, на выводы наблюдателей из Пентагона, оттуда, отсюда, из НАТО, аналитиков, кого угодно, и написать вот такая-то логика. И дальше это приносится Байдену, и он уже более-менее утверждает или говорит, идите, переработайте, подумайте еще раз. Эти решения. И вот когда мы получим вокруг Камалы Харрис, а мы точно получим, абсолютно других людей, там же не будет Джейка Салливана, понимаете, там будут другие люди, какие-то. Я их не знаю, мы их не знаем. И это самое важное. То есть, если мы говорим сейчас, если побеждает Камал Харрис, например, то самое важное будет не только факт победы Камалы Харрис, а кого она, на какие посты назначена. Вот мы их биографию почитаем, мы узнаем, в каких институтах они сами были аналитиками за время, что демократы не были у власти, условно говоря. Какие были их позиции, какие они писали диссертации, там и так далее, и так далее. И вот тогда мы поймем, какая будет политика. Поэтому нет, безусловно, Камала Харрис вообще не будет оглядываться назад. Она не будет оглядываться на политику Байдена, ей это совершенно вообще ни за чем не нужно. Хорошо. Так и запишем, мы будем следить и изучать, кого она, на какие посты назначит, и будем надеяться, действительно, что не Байдена политика, не политика Обамы, Михаил, некоторые говорят, что главное, чтобы вот эта тень Обамы тоже исчезла, и его осторожности из Белого дома. Она еще там витает вообще, потому что мне кажется, что уже в принципе растаяла. Извините, я что-то потерял. Да, тень осторожности еще администрации Обамы как будто бы летает над Белым домом, чтобы так, Гаррис тоже ее не продлила. Но мне кажется, что у него уже нет. Хорошо, это понимаете, это же мнение вот тоже, это мнение, в свою очередь, экономиста, да, начнем с этого. Это некое мнение экономиста. Хорошее издание. Сказать, что это факт научный, я не имею возможности. Хорошо. Здесь будем наблюдать. Значит, наблюдали мы картину следующую. Сегодня Путин покинул бункер. Это происходит крайне редко, и непонятно вообще зачем. Ну, понятно, конечно, нам зачем, чтобы показать, что он в игре, что он плюет на Международный уголовный суд, отвлечь внимание снова-таки от Курского региона и решился покинуть свой бункер ради официального визита в Монголию. Там его отдать должное, конечно, ждали. Дорожка красная, господи, какой же муветон. Но, тем не менее, приемчик теплый был, почетный караул выстроился, там оделись во все обмундирование, на трубах играли, торжества как надо, всадники в костюмах, стилизованы под времена правления Чингисхана. Ну, чем богаты там и рады. Но не все монголы полинец перед Путиным, также на главную площадь Улан-Батора выходили местные активисты, они держали в руках украинские флаги и плакаты с требованием отдать военного преступника Путина, крадущего наших детей, убивающих нас под стражу, несмотря даже на противодействие со стороны силовиков. Монголия говорит, мы не могли арестовать, мы зависимы экономически, и не только, у нас там импорт, электроэнергия, мы через эти страны, ну, в общем, много причин, но то ли трусы, то ли хрестик, так и не получилось у Монголии. О чем была эта поездка? Зачем она была для Путина? Сыграла ли она не какую-то важную роль? И будет ли Монголия получать санкции после того, как она не исполнила римский статут, так еще и международном уголовном суде и судья от Монголии, который тоже это все попрал? Я думаю, что целью было, если говорить с точки зрения россиян, какая цель этого визита, то цель была одна, показать миру, что Путин может безнаказанно приехать в страну, которая члена международного уголовного суда и не быть арестованным. Прямо в этом и была цель. Ну, потому что всякая не закупка конина была, а его цель поездки в Монголию. Оружие он у Монголии купить не может, ничего другого его сильно там не интересует. Кстати, Монголия почти ничего не экспортирует в Россию, прям почти ничего. Она все экспортирует в Китай. Наоборот, Монголия, да, получает те самые бензин и энергетику из Российской Федерации. Это правда. То есть, она зависима в этом смысле. Но цель была показать вседозволенность, показать, что смотрите, а я не изгой, я могу вот ездить по миру. Показать это кому? Своим дружочкам из Индии, из Китая, из ЮАР, что вот смотрите, я вполне себе... А вот давайте теперь ЮАР меня тоже не арестует в следующий раз. Или Бразилия пусть меня не арестует. То есть, монголы же смогли меня не арестовать. А вы почему не можете меня не арестовывать? Вот такая цель. Прям другой цели нет. Другой цели нет. Но то, как повелось о Монголии, это, конечно, вычеркивает ее скорее из числа цивилизованных стран. Потому что, вот, например, сегодня массовое убийство в Полтаве. Если бы Путин был арестован, их бы не было. То есть, вот эти люди, которые сегодня убиты в Полтаве, они точно на совести монголов. Они точно на совести монгольского президента, монгольского правительства, монгольской прокуратуры. Ведь война бы закончилась. В день, когда они арестовали бы Путина, не было бы сегодня никаких обстрелов Украины. Все бы заняты были вообще другим вопросом. Путина везли бы сегодня в Гаагу. А сколько людей еще погибнет на этой войне? Ну, так как уже погибли сотни тысяч, то, честно говоря, опасаюсь, что погибнут еще сотни тысяч, а может миллионы. В сумме. Потому что война переметнется на другие страны. И все это будет на совести монголов. Понимаете, монголов всего 3 миллиона. И на свою совесть они могут получить миллионы убитых, в которых они будут виноваты. Потому что это они, их страна, их государство. Ну, я не имею в виду тех оппозицию, которая вот там вышла. Но, насколько я знаю, кстати, это демократический избранный президент, насколько я понимаю. Например, министр у них избранный, насколько я понимаю. И вот эти люди не арестовывают человека, про который точно известно, что он преступник. Это никаких сомнений не вызывает. Есть документы. То есть они принимали у себя с почестями воинскими, принимали у себя киднеппера, похитителя детей, международного военного преступника. Принимали с почестями. Ну, раз то место, где принимают с почестями военных преступников, наверное, должно нести за это в результате какую-то ответственность. Причем, скорее всего, не только моральную. Потеряют ли они, например, западные инвестиции? Да, конечно. Вот прямо я уверен, что они потеряют в деньгах. Они, может быть, немедленно заработают несколько канистр бензина. Но в долгосрочном плане, конечно, они потеряют инвестиции. Кстати, я думаю, что они уже постепенно, так как они перешли под руку Москвы, уже потеряли. Я помню времена, когда в Монголии, например, была самая большая по капитализации золотодобивающая компания в мире. Называлась, по-моему, Айванхойя Голд. Вот у них, они на бирже британские торговались, она следила за этим рынком, так все у своей работы. И вот они тогда, по тем временам, стоили 20 миллиардов долларов, что тогда было абсолютным рекордом для такого рода компаний. Они еще золото не добывали, но это же были западные инвесторы. Это была английская, британская, биржа, лондонская. А сегодня, я думаю, что это все убавило инвестиционной привлекательности Монголии. Только подозреваю, что это произошло еще раньше, когда стало ясно, что Россия перекупила себе эту страну. Поэтому монголы выбрали быть с россиянами. Значит, и ответственность они нести будут вместе. Ведут ли прямо сейчас санкции? Нет, я не думаю, что какие-то конкретные санкции. Ну, какие-то заявления, декларации. Может, судью вышвырнут из ГАГи. Но это максимум, на что могут решиться. Да, но в долгосрочной перспективе поплатятся. Как раз за рубль продались, а заплатят еще меньше. Будем на это надеяться. Михаил, Путин, между тем, также в той же Туве, сегодня история набирает продолжения, похвастался тем, что слезы мешают просто говорить таки. Маленькие члены его семьи свободно говорят по-китайски. Но я говорю, что у него там никогда больших членов, наверное, не было. Как говорит Игорь Эдман, социолог и политолог из Германии, правильно, рабы с детства должны знать язык своих хозяев, чтобы сходу понимать команды быстро и правильно их выполнять. Многих удивило, говорит Эдман, что Путин называет своих сыновей Аткабаевой маленькими членами. А он говорит, все как раз логично. Если глава семьи старая, дальше вот то слово, которое поется в футбольных кричал, как и не только, то младшее ее поколение всего лишь маленькие члены. Ну, а сегодня мы узнали, что еще и будут северокорейский и корейский язык учить в школах Российской Федерации. Это действительно Путин, говоря о том, что все учат китайский и должны его тоже знать. Может, уже побег какой-то готовит или эвакуацию? Вот забавно, что вот эта новость действительно про изучение северокорейского языка, она меня прям порадовала. Кстати, вы сначала как бы оговорились про северокорейский, но и не совсем оговорились, потому что реально, если вы спросите у южнокорейцев, то они не понимают северокорейцев сегодня. Они не понимают, когда с ними разговаривают северокорейцы. Вот эти десятилетия уже, ну, с 1953 года, сколько там прошло, 70 лет разделения сделали так, что у них два разных языка и два разных народа, причем вплоть до антропометрии, антропометрических данных этих людей. Вот. Поэтому, да, обучат россиян северокорейскому языку, но их готовят к жизни в Северной Корее. А часть, естественно, ну, когда Северная Корея распространит свое влияние на всю Россию. А тут в чем дело? Что мне кажется, мне так кажется, вот для чего изучали, знаете, помните, такую фразу, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Помните, да, помню? Да, помню, да. Луковский, да? Не знаю, да. Значит, вот зачем учить русский, если ты так уважаешь Ленина? Потому что его работы в переводе сильно проигрывают. И многие идеи передаются только на русском. Зачем учить северокорейский? Потому что идея чучхе на другие языки не переводится полномасштабно и полноценно. Попробуйте почитать идею чучхе на русском языке. Вы не поймете, ничего же там написано. А северокорейский просто понимает, он поет это, он мыслит этим, он живет этим. И вот чтобы сделать россиян приверженцами идеи чучхе, чтобы они абсолютно им следовали, сначала их надо научить северокорейскому, а потом в следующем поколении уже не учить русскому, чтобы они сразу вырастали северными корейцами. И эта политика, она идет. Она идет, потому что модели северокорейского развития общества, они перенимаются россиянами и, в общем, вполне успешно. Ну, а насчет того, что там обучить кого-то китайскому, чтобы куда-то бежать, я не думаю, что Путин собирается бегать сам лично. Я думаю, что он понимает, кстати, на эту тему, что бежать он будет в свой бункер, а не в... Ну, и пускать ядерную кнопку не успеет, то его выпотрошат, как Каддафи. Успеет, тогда всем будет не очень приятно. А места для побега для него нет. Земля под ним будет гореть, куда бы он не пытался бежать. Китайцы сдадут. Ну, давайте, серьезно, да, китайцы, предположим, он сбежал из России туда, и китайцам делается первое китайское предупреждение. Давайте вы нам отдадите Путина, а мы вам инвестиции взамен, или льготы по торговле алюминием. Алюминием, скажут они. Или что, монголы не сдадут Путина? Они только что сдали весь цивилизованный мир. Чего бы им не сдать Путина, если он к нему бежит? Да, да. За, опять-таки, за литр беден, правильно? Да, да, и когда им будет выгодно. Ну, и две минутки у нас бантик, так сказать. Священники Российской Православной Церкви в Брянске провели крестный ход с молитвой против вторжения вооруженных сил Украины. Напомню, что в конце августа уже подобные мероприятия с иконами проводили на Курской атомной электростанции, как-то не очень помогает. А этим поможет? Ну, по крайней мере, вчера вооруженные силы Украины сделали все, чтобы не помогло. Потому что вчера наш беспилотник, дрон, который мы там стреляли куда-то, попал ровно в этот купол церкви. И я в этой то ли Брянской области, то ли Белгородской, все красиво горит, вот прям влетел в купол церкви. И я подумал, о, декоммунизация, или как там у нас называется, децерквализация. Мы же сказали, что московский патриархат не может, значит, больше УПЦ, МП, не может больше работать на территории Украины. Значит, видимо, мы имеем в виду, что и на сопредельных территориях тоже, и как бы на что-то уже, мне кажется, намекаем. Это удачное попадание, потому что, падение, попадание, извините, потому что, похоже, Господь-то правду видит, да. Да, да, тут уж точно не скроешь. Михаил, спасибо вам огромное за ваши всегда правдивые и интересные комментарии, за вашу позицию, работу и за то, что время для нас находите на разных наших ютубах, платформах и языках. До новых встреч, приятных, всего доброго. До свидания, Ирина. Михаил Шетельман, политехнолог, Ирина Узлова, зовут меня. Спасибо, друзья, что были вместе с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на ютуб Михаила Шетельмана. Легко найти в описании под этим видео активную ссылку, там еще больше аналитики от Михаила и общения с вами прямого. И на ютуб 24-го тоже подпишитесь, пожалуйста, ваша подписка поднимает на настроение и позволяет нашим разговорам продвигаться просторами ютуба. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся в этом видео.